Несмотря на поздний вечер, в дорожном центре Ванхаус, в Мстермаркет, очень много народа. Здесь очень оживленно, звучит музыка, люди делают покупки. Это китайское место, место, где товариваются сами китайцы. Уже поздний вечер, по страсти не стихает, движуха постоянная, очереди длинные, тележки полные. Вот это такие ажиотажные, огромные очереди в кассу. И стоять сюда будет очень долго, в любую кассу будет очень много времени потратить. Потому что почти у каждого полная корзинка товара. И поэтому на одному человеку уходит очень много времени. Покупать здесь товар не просто. Вот мы видим, что почти у каждого целая корзиночка товара. Вот такие столпотворения в супермаркете. Потому что распродажи, поэтому здесь большие очереди у касс. Китайцы купают все, целые этажки товара. Конечно, хочется купить какие-нибудь вещички здесь. Но такая толщия, такой ажиотаж. Подушечки хорошенькие есть очень. Вот эта подушечка, она интересна чем? Во-первых, вот эта из соломки выполнена. Во-вторых, она очень приятно пахнет. Такой запах просто, я не знаю даже, как сказать. Поле, баня, я не знаю. Дымок в деревне, наверное, сеновал. И вот они разные, эти подушечки бывают. Это тоже какая-то соломка вот здесь. Соломка. Подушечка, а здесь соломка. Надо же, какой дизайн интересный. Подушечка. Такие подушечки, крыласные, ароматные. Ну, дизайн такой интересный. Просто оригинальный. В голову даже не придет сделать такую подушечку. Меня интересует именно не форма, а именно то, что они с соломкой выполнены. По центру. И с боков, где ткань пахнет, просто приятно пахнет травами, разнотравьем. Продажа идет третий день, но вот ажиотаж не утихает. С раннего утра до позднего вечера здесь очень много народа. Как результат распродаж, обратите внимание, не одни только ценники. Полки совсем пустые. Это к вечеру. Так что вот, с утра нужно приходить в этот торговый центр. Рядом с нашим отелем он находится. Но бывает ли у нас такое, чтобы полки были совсем пустые? Все раскупили. Дело к вечеру. А покупатели пришли сюда с раннего утра. Это морепродукты. Вяленые. Даже не знаю, что это такое. Но пахнет рыбкой сушеной. Какие-то морепродукты. Это огромные креветки. Классные. Очень похожа рыбка на наш сметочек, который водится в Скоучицком водоеме. Это вяленые мидии. Поверху идут сушеные кальмары. И есть вариант подарочные упаковки. Вяленые рыбешки разных размеров. Ой, какая длинная рыбешка. Пахнет очень аппетитно, между прочим, здесь. Похоже, что рыбка-то была подвялена, и морепродукты были подвялены в свеженьком виде. Это полочка с соевыми соусами. Разные марки, разные варианты, упаковки, производители, цены. Вот эта бутылочка, например, соевого соуса, 150 мл, стоит 3,40 в юанях. Умножаем на 10, получаем 34 рубля. Это по скидкам цена. Вот эта бутылочка, написано супер, супериор. Очень темный, да, темный соус. Тоже соевый. Бутылочка 500 мл, вижу. И цена 4,10 в юанях, 41 рубль. Далее соусы. Премиум соевый соус. Премиум. Это 14,30 он стоит. Это по скидке, так он стоит намного дороже. Это получается 143 рубля на нашу пирожку. А я ищу соус устричный или рыбный. 17,60. Да. 17,60 стоит соевый соус с грибами. Здесь написано, вот, маршрумс. Дак, сой, саусы. Это темный с грибами. Вот такую бутылочку я бы с удовольствием взяла. А сколько же она? 1,9 литра. Почти 2 литра. Очень хорошая была покупка. 17,60. Это сейчас по скидке цена. Получается, что 176 рублей. Это ароматизированный красный соевый соус для кулинарных целей. 8,30 сейчас стоит. А вот это для рыбы. Соевый соус для рыбы на пару. 4-стим фиш для рыбы на пару. 7,90 стоит. Это получается 79 рублей. Такая бутылка 450 миллилитров. Вот такой соус марки Мастер. 760. Ну, скорее всего, это соевый соус. Но, по крайней мере, утверждать я это не могу. Потому что не видно на английском ничего. Есть вот такие бутылочки соуса. Большие. Но он в такой упаковке 1,6. Его вес 1,6 килограмма. А стоит 6,20. 62 рубля получается. 6,20 ланей. Да, соусов тут много. А вот устричного не так уж и много. Всего лишь один вид устричного соуса. Мы встретили. Здесь все на китайском. Так что я утверждать не могу, что здесь такое. Видно, что к морепродуктам подают. Это по картинке, наверное. 6, получается 60 рублей. 230 миллилитров. 230 миллилитров. А вот он и наш родной Геркулес. Цена на него за 400 грамм 58 юаней. Это получается 400 грамм 580 рублей. Баночка Геркулеса. Здоровый продукт. Вот так в понедельник вечером. Столько народа. Очереди в кассу. Просто длинные. Кассы работают все. Полки уже, ну не знаю, большинство полок уже даже пустые. Это, конечно, удивительно. Все кассы наполнены народом. Кассы работают все. Очереди, каждая из них, очень и очень длинная. Очередь идет медленно, поскольку у всех полные тележки товаров. И это понедельник, 8 вечера. Такой ажиотат в супермаркете. Бигмейн – это торговый сервер, где продается товар для китайцев. Это вам не ананас. И не зима ли это торговый центр, который находится на Буганкаре.